История в другом. История, что чуть позже, после того, как их отправили в Египет, чуть позже, после этих всех событий, раса воевала с негроидными народами. И как предводитель воинства расы выступал кто? Саргас? Нет, Велес как раз. Где Велес воевал и где Велес одержал победы? Под Египтом, точнее. Это Нубия, это Эфиопия. И как контрибуцию за это местная правительница подарила ему что? Что в это время случилось в столице? Стрибок, Вия. Родили там, не родили, вернее, изменили. Вернее, Вия приняла образ Славунин. Вива. Вива, да. Вива приняла образ Славунин. И легла состребовым. Да. А потом Велес возвращается и думает, что это тут такое? Кто родился у них, помнишь, да? Вива. Вива, да. Вива. Вива, да. Анубис. Сразу Велес понял, что не его кто-то. Не похож. Но это начало Межбожьей войны. Да. На соседа похож. Ну, на самом деле, ни на кого не похож. Он, как бы, даже и на Стребога не похож. Как Кэй это объяснил, это то, что вследствие не совсем каноничного действия у него такие вот отклонения возникли. То есть, совершенно не каноничного? Вернее, именно не совсем каноничного. Почему? Потому что брат, в крайнем случае, может же помочь жене брата, если, так сказать, ее муж временно недоступен. Но просто, очевидно, Вива знала, что Стребогу нужна только Славуния, и что он с ней не захочет этим заниматься. Поэтому она и приняла облик Славунии. Ну, почему он не распознал? Хороший вопрос. То есть, несколько есть объяснений. Первое объяснение, что поскольку она тоже богиня, то и иллюзия, иллюзию она может создавать на божественном уровне. И как человеку, так сказать, тяжело иногда бывает распознать иллюзию, которую творят другие люди, так же самое Стребогу было тяжело распознать то, что она преобразовалась. Это как такое внешнее объяснение. Другое есть объяснение, что один из демонов совратил их в сознание. Тоже внешнее объяснение. Третьей стороны, что ли, как бы? Да. Но самое глубинное объяснение, это что, поскольку надвигалась четвертая доля Кали-Юга, надо было уничтожить народонаселение Земли. В массовых масштабах, соответственно, надо было начать войну. Чтобы освободить территорию? Нет, чтобы помочь тем, которые в то время развивались, подняться вверх и освободить место в действительности для тех, кто придет с животного, с растительного, с пекельных миров и так далее. Ну просто смотри, если бы сейчас были бы настоящие витязи вот того уровня, еще остались бы те, которые тысячелетиями могут спокойно жить. Вот думаешь, они дали бы такому происходить то, что сейчас происходит? Да нет, перерезали бы спокойно всех, кого надо там, всех этих дурацких мелких демонюшек. Вот, и все. А для того, чтобы... И какая же деградация была бы, где же деградация была бы. Для того, чтобы возможность этим демонюшкам дать, нужно было их стравить этих витязей вместе, так, чтобы они друг друга перерезали. Да. И не просто перерезали, а чтобы перерезали героично, показав доблесть, показав свои самые лучшие качества и так далее. И с этим поднялись вверх. Кроме того, там война, в войне участвовали боги. Часто умирающие последним видели одного из богов, что тоже благоприятно. В принципе, они благоприятную такую войну устроили достаточно. Ну, то есть, это общий механизм такой, что ли? Почему? Ну, все равно, допустим, если бы сохранились те витязи, они бы все равно так же деградировать начали. Как они бы деградировали? Постепенно. Но если начинается колью, то все же постепенно... Ну, отчасти. Ну, а кто-то не хочет деградироваться, допустим. Ну, вот, понимаешь, вот человек испытывает долг, честь, вот он, понимаешь, он защищает. Все. Вот он просто не даст наступить к алиюге. Но зима все равно наступает. Правильно, зима-то наступает. Но ведь можно по всем улицам разжечь множество костров и сделать, что в городе будет тепло, жарко и так дальше. Даже зимой. Можно ж такое сделать? Ну, вот пример Москва. Да. Пожалуйста, постоянно отапливаемый город. Вот. Ну, это понятно. Ну, и, соответственно, те, кто останутся, величайшие святые, величайшие праведные князья, воины доблестные, праведные честные торговцы, которым идея донести какие-то новые, какие-то совершенные товары, а не просто денег стащить с другого. Простолюдины, которые могут перепахать 20 полей и не устать. Ну, то есть, для них было целесообразнее им устроить быстрый экзамен экстерном и отправить их на высшие верности. Ну, да, в принципе. Они же просто не допустили бы деградацию. Они бы или запрягли всех этих деградантов и заставили их на полную мощность работ, или перебили бы их, или еще как-то так. И получается, что между... Или, как другой вариант, они сами могли бы деградировать, а это тоже не входило в план. Ведь они же уже развились, зачем их заново в деградацию пытаться всунуть насильно? Их надо вверх поднять. Понятно. Общий механизм такой, что между долями все время устраиваются такие быстрые расстановки, перестановки. Ну, или такие, или другие. В любом случае какое-то разрушение должно быть. А тут устроили не природное разрушение, так такое. Хоть и природного перед этим хватало. Ну, ты же, допустим, знаешь, Харапа, Махенджадар, оплавленные радиоактивными взрывами. В Шумере города оплавленные радиоактивными взрывами. Скляров в Америке нашел тоже следы радиоактивных взрывов и так далее. Триполия была уничтожена в ходе этой войны. Все это уже археологи даже доходят до этого. Ты знаешь, что полностью Триполия уничтожена? Ну да, в принципе. Те, кто выжили, они расселились быстро, а основная часть была уничтожена. Ну да, вот я там был на Трипольском колу в этом году, организатор этого фестиваля говорит, что археологи смотрят, что нету этих самых перекрытий. То есть, есть крыша и пол. То есть, это как при волне, когда идет дар, она сносит, как бы стены, да. А, в принципе, крыша и все такое, она складывается, как коробочка, дарчик. То есть, археологи, да, в принципе, этот момент не может объяснить, спрашивают, почему, откуда такая она, что случилось. А, допустим, радиоактивный фон в Трипольских поселениях откуда? И причем его еще находили задолго до Чернобыля. Сейчас уже на Украине могут сказать, ну у нас тут Чернобыль, вот радиация как-то... Дождички там прошли, с Чернобыль идти готовят. Да, вот рядом тут она нету, этой радиации, рядом дождик другой шел. А вот тут на месте Трипольского поселения именно дождик с Чернобыля пришел. Ну могут они такое сказать. А ведь есть исследования, которые делались еще при Советском Союзе, задолго до Чернобыля, и находят радиоактивный фон в Трипольских поселениях. То есть на раскопках, что ли? Да, и это... Кто смотрел фильм Гриневича? Вот. Там он тоже говорит о радиоактивном заражении Триполья, ссылаясь на других ученых. То есть это есть, это известно. Но вот в школах рассказывают за обезьян каких-то, за то, как наши предки луками стрелой друг в друга стреляли, значит. А факты о том, что Махенджадар, Хараппа, Ур и целый ряд других городов были уничтожены, они их не приводят. Хоть эти факты есть. Это тоже археология. Это настолько же реально, как тот лук, который откопали, и те стрелы, которые откопали. Ну да, да, нечего забивать голову детишкам. Всё сейчас расскажем про... Да, про луки стрелы. А там уж остальное как-нибудь. Вот Эрих фон Деникин по миру полазил, все эти факты собрал и есть. Там ещё несколько таких же, как он. А так историкам это не надо, они в упор это видеть не хотят. Это как, допустим, с надписями на скифских монетах. Надписи есть, монеты в музеях лежат, но письменности у славян до Кирилла и Мефодия не было. Ну я так понимаю, они там оспаривают принадлежность скифов ещё к славянам? И это. Но сам факт. На этой территории задолго до Кирилла и Мефодия письменность была. Вот монеты. Этот факт неоспорим. Даже если сказать, что скифы это инопланетяне. Или ещё кто-нибудь там. Всё равно на этой территории письменность была. И эта письменность, она не прервалась с времён скифов. Можно, допустим, сказать, что да, были скифы, потом пришли славяне, всё смешались, повоевались и так дальше. Но, если археологически проследить, то от времён Триполья и ранее до времён Киевской Руси письменность идёт непосредственной линией. Нету того, чтобы это прерывалось. Смотрим. Сначала у нас Тартери-Венчанская культура, потом Трипольская культура, потом Ямная, Срубная, Высоцкая и другие. Потом у нас надписи на скифских монетах, надписи на сарматских монетах, монеты Баспорского царства, надписи на андской посуде и предметах быта андского царства. Ну и дальше уже непосредственно Киевская Русь. Есть данные, допустим, арабских путешественников, которые и приводят изображения дохристианских славянских надписей и описывают, что письменность была и не одна. Есть такое? Ну вот. А про это не хотят говорить. И опровергнуть не могут, и говорить не хотят. Это вот как некоторые тоже говорят, Бога нет. Я говорю, а вы так хорошо всю Вселенную знаете, вы облетали и все проверили, что его нигде нет. Они говорят, Бога никто не видел. Где тогда какое социологическое исследование прошло, которое разобрало, что Бога никто не видел? Вы не докажете, что его нет. Больше того, если говорить, что Бога никто не видел и никогда не видел, то это социологическое исследование должно начаться от появления первого человека до конца времен. Каждого должны опросить и уточнить, а ты точно Бога не видел? И с другой стороны, если мы кого-то не видим, это не факт, что его нет. Да, ну и плюс к тому еще описание, дошедшее от тех, кто все-таки его видел. Ну вот. Я больше того хочу сказать, мы его каждый день видим. В виде солнца он проявлен и сияет, живет нормально. Просто людям сказали, что это не Бог, а что это совокупность газов.